Меня зовут Иван Мигалев. Я работаю в новосибирском офисе компании JetBrains. Не все знают, но у нас есть новосибирский офис. Мы там делаем всякие клевые штуки. Раз, раз. О. Например, я занимаюсь разработкой JetBrains Rider. Если кто не знает, это такая идея для .NET, очень классная. Всем советую попробовать. И сегодня мы с вами поговорим про то, как из .NET можно взаимодействовать с неуправляемым кодом. То есть, иначе говоря, с нативным кодом. Предположим, что вам принесли какую-нибудь библиотеку, написанную на языке C, там C++ или чем-нибудь еще нативным, более экзотичным. И вам нужно из этой библиотеки повызывать функции. В этом случае у вас такое вот распутье. Есть несколько стандартных, поддерживаемых Microsoft технологий для того, чтобы взаимодействовать с нативным кодом. Во-первых, у вас есть C++ CLI. Это такой диалект языка C++, который не любят разработчики на настоящем C++. Но тем не менее. У вас есть компонент Object Model или COM. Это такая довольно старая, но надежная, как говорят некоторые технологии, которая также позволяет с некоторыми видами нативного кода поработать. И у вас есть PNVOK. Это такая вообще классная штука. Она позволяет делать очень много всего. Мы сегодня поговорим про все из этого. Начнем, пожалуй, C++ CLI. C++ CLI это такой диалект C++. Microsoft разрабатывает для него компилятор. Код компилятора закрыт, потому что они используют свои наработки по оптимизациям нативного кода и так далее. Это диалект, то есть расширение языка C++. В нем есть некоторые интересные возможности для взаимодействия именно с кодом, написанным на дотнете. Там есть менеджер-указатели, такие вот с крышечкой, которые позволяют референсить какие-нибудь вещи, которые в нашей управляемой куче дотнета находятся. Там есть tracking references, такие вот с процентиком. Это все равно, что наши рефы. Это не то же самое, что ссылки в C-шарпе. Это именно рефы на структуры. Чем хорош этот язык? Он хорош в первую очередь тем, что он позволяет очень просто и быстро интегрироваться с какими-нибудь C-шными либами. То есть у вас есть заголовочник, если вы работаете с C или C++. Вы этот заголовочник просто инклудите к себе в программу и часто, не всегда, конечно, но очень часто, у вас просто все возьмет и заработает. То есть вы можете вызывать стандартные C-шные функции, которые объявлены в этом заголовочнике. И этот свой код вы можете вызывать из managed. Прям вот просто с порога. Взяли и вызвали. Это очень круто. Если вам нужно чего-то хитрое, то в принципе есть специальные прагмы, которые позволяют размечать. Вот здесь у меня managed код, здесь у меня unmanaged код. В managed коде вы объявляете уже наши C-шарповые, хотя это не совсем правильно так говорить, ну, C-шарповые структуры, C-шарповые классы с помощью ключевого слова ref. Есть поддержка пропертей. Ну, в общем, все вкусности, к которым мы привыкли, когда программировали на dotnet. Если же вам нужно что-то прям совсем жестко нативное, то вы пишите fragman managed, и тут уже можно во все тяжкие. Здесь поддерживается весь функционал C++. Причем даже можно писать там ассемблерные вставки, например, и это не так смешно, как кажется. Это очень грустно на самом деле, если вам придется такое писать. Но это можно сделать. Я расскажу об этом. Ассемблерные вставки поддерживаются, к сожалению, только на x86 платформе, потому что майкрософтовский компилятор C++ поддерживает только на этой платформе ассемблерные вставки. Тут ничего не поделаешь. Немного грустно выглядит ситуация с dotnet core. Microsoft очень долго отнекивался, что вообще идите все нафиг, мы не будем поддерживать на dotnet core ничего, там это совсем другая платформа. Это нативный код, который генеряется из C++ CLI, там такие немного хитрые сборки. Он вообще не будет поддерживаться и долго это было их последним словом. Относительно недавно, вот в сентябре этого года, они написали, что может быть мы вот в dotnet core 3.0 поддержим только на Windows выполнение кода сгенерированного C++ CLI на dotnet core платформе. Это хорошая, наверное, новость для тех, кому повезло или не повезло столкнуться с этим языком. Теперь поговорим, зачем нужен ассемблерный код был. Однажды как-то совершенно неожиданно мне принесли программу на Дельфи. Это вообще не смешно, народ, это не шутка, это страшно. И говорят, вот у нас тут что-то не работает. Кто знает Дельфи вообще? А кто-нибудь понимает, что тут может не работать? Окей, я расскажу. В любом случае надо было бы рассказать, Дельфи знают не все. Значит, вот у них тут есть функция, которая торчит из Дельфи. И мы эту функцию из C-Sharp должны были вызвать. Вроде бы все хорошо, но типа остальные функции рядом вот 10 таких же написано, они все вызываются, все круто. В чем проблема? Проблема в том, что эта функция принимает callback. То есть мы на C-Sharp пишем какой-то еще наш код, указатель на наш код, мы передаем в Дельфи, чтобы Дельфи вызвала еще наш код, будучи в своем там каком-то нативном окружении. Здесь есть такое ключевое слово, как сидекл. Оно определяет конвенцию вызова, нативную. Конвенция вызова это такое соглашение между вызывателем и вызываемым кодом о том, кто будет выделять стэк, кто будет освобождать стэк, кто будет класть параметры на стэк, в каком порядке, в какие регистры процессора мы поместим параметры и так далее. И вот здесь сидекл. Сидекл это хорошая конвенция, она поддерживается прекрасно в дотнете. Если вам нужно нативную функцию вызвать, вы тоже можете проаннотировать, что здесь у меня сидекл, все круто, все вызывается. А вот здесь на callback они забыли написать сидекл, поэтому там творится черти что. Через какое-то время после отладки этого всего хозяйства мы поняли, что что-то наверное с конвенцией вызова, потому что мы получаем какие-то невозможные параметры, вообще непонятные вещи происходят. Начали читать документацию. Документации написано, вот у нас здесь fast call. Мы такие, отлично, fast call это тоже поддерживаемая, известная всем конвенция, давайте юзать fast call. Не работает, конечно же. Стали читать дальше. Оказывается их fast call. Это не то же самое, что наш fast call. Fast call называют разные совершенно вещи, разные программисты. К счастью, разница довольно невелика, там с другого регистра просто начинаются параметры. Ну, нам-то что-то надо с этим делать, как же нам достучаться до этого fast call, как с этим жить. Хорошо, решили мы. Возьмем-ка мы C++, ребята. Начнем с того, что мы получим из C-sharp callback, который объявлен стандартным всем известным system func из int of int. Объявим делегатный кип, пометим его специальным атрибутиком, который будет говорить, что у нас там fast call. Здесь на самом деле не важно, что там будет, fast call или не fast call. Это не тот указатель, который мы будем отдавать в нативный код. Сконструируем инстанс вот этого вот нашего специального делегата. В C++ CLI нельзя так просто сконструировать делегат, там типа new делегат и передать другой ссылку на наш делегат. Там немного хитрый, маленько другой синтаксис для того, чтобы вызвать конструктор, потому что в C-sharp на самом деле некоторое количество сахара присутствует, когда вы конструируете делегаты, там происходит не совсем то, что вы думаете. Дальше мы вызовем отличную функцию, которая подвернулась под руку. Get function pointer for делегат. И она внезапно делает ровно то, что написано. Она берет наш managed делегат и компеляет его в нативную функцию, возвращает нам указатель на эту функцию. Это очень удобная штука. Если вы что-то с нативом делаете, то вот можно вызвать и все будет очень хорошо. А потом мы сделаем вот этот вот прекрасный ассемблерный код. То есть мы передаем в натив указатель вот на эту вот нашу функцию, которая по факту просто врапает наш нормальный делегат, вызывает его с нормальной человеческой конвенции вызова, а вот она сама делает там свои темные дела на ассемблере и может вообще делать там все, что угодно. В чем смысл? Это все работает. Я взял и в программе на .NET, в managed мире, за юзал, взял просто ассемблерный код. Прям вот не вставая практически с места, это все саппортится. Это вот если вдруг вам принесли какие-то неведомые конвенции вызова или вам там, не знаю, надо сатану призвать из кода. Говорят, на C++ это очень просто. Есть стандарт на библиотеке. Вы можете это сделать. Вот пожалуйста, C++ сделает ваш выбор, серьезно. Про C++ это в принципе пока что все. Теперь поговорим про ком. Ком это такая очень древняя технология. Майкрософт ее придумал еще при царе горохе. Она позволяет общаться между компонентами портабельно. То есть из разных языков вы можете объявлять некие компоненты. Компонент это такое очень интересное слово в IT. Каждый его использует и каждый вкладывает какой-то свой смысл. У Майкрософта компонент это что-то типа класса, который может реализовывать наборы интерфейсов и с ним можно работать по строго типизированному протоколу. Если вы все сделали правильно, вы пишете DLL-ку на коме, регистрируете ее в операционной системе, потом вы в своей EDE просто нажимаете кнопочку, типа заимпортировать эту DLL-ку, вернее этот компонент, конечно. И вы можете после этого пользоваться автодополнением. Вот вызываете конструктор на интерфейсе. Каждый день такое делаем. Да, все нормально. И после этого вызываем методы у этого полученного инстанса, в общем-то, это достаточно просто и удобно. Ком поддерживает всякие разные там способы взаимодействия между компонентами. Вы можете out of process запускать вещи, вы можете in process жить, можете даже там на другой машине запускать через dcom. И все это будет работать. И все это умеет C-Sharp. В спике на C-Sharp даже специальная дырка оставлена, чтобы вот у интерфейсов можно было вызывать конструкторы, что очень забавно, как по мне. Есть некоторая проблемка с этим, что установка всех вот этих вот DLL, комовских регистрациях на машине, это процесс достаточно замороченный. Особенно, если вам DLL поставляет какой-то внешний вендор. Внешний вендор, конечно, о вашем удобстве никогда думать не будет. Он думает только о своем собственном удобстве. Поэтому многие комовские штуки очень геморренно устанавливать, геморренно настраивать и вообще с ними очень грустно жить. Поэтому не все программисты в вашей команде могут захотеть жить с комовскими штуками. Например, вот реальный кейс, который у меня был. Один программист, на самом деле это был я, но я скажу, что это был один мой знакомый программист. Он разрабатывал комовский C-Sharp код, который использовал комовскую библиотеку. Там для какой-то железки или непонятной какой-то в общем фигни. И он написал, все зарегал у себя DLL, все круто, он коммитит этот код. К нему потом приходит, тем летит, говорит, что-то накоммитил, у меня не собирается. Он начинает рассказывать, тем летит, что вот, тебе надо установить вот эту библиотечку, вот здесь потом пропатчить реестр. Ну, в общем, не прокатило. Что в итоге пришлось делать? Мы вспомнили, что ком, вообще говоря, можно дергать не только с помощью вот этих вот, как эта штука называется, TLB, там импортов и прочего. Можно комм дергать через динамик. Можно написать код, который по GUID, вот этот вот GUID, идентификатор класса комовского. Он по GUID создает комовский инстанс и через динамик дальше на нем можно делать все абсолютно то же самое, что можно было делать с интенсом в его изначальном виде, когда он был взят из TLB. Поэтому мы пришли к такому вот компромиссу. Один программист разрабатывает у себя на машине, пишет специальный define у себя в CSPROCH для того, чтобы у него было автодополнение, у него все верифицировалось. Набил сервер, чтобы, не дай бог, никто ничего не сломал. Мы тоже установили эту комовскую библиотеку, чтобы было тоже очень грустно, мы это сделали. И после этого у нас все стало хорошо. Все остальные не define у себя вот эту вот константу, поэтому у них все компиляется через динамик и это даже работает. Если они в production дедеплоят сборку с динамиком, то тоже все будет круто. Но на всякий случай, чтобы все верифицировать, мы все же у себя разрабатывали через TLB. Это все, что я бы хотел сказать, вернее, все, что я бы хотел забыть про ком. Давайте поговорим теперь про хорошие вещи, про PNVOK. Вот PNVOK это хорошая технология. Во-первых, вам не нужно никаких там дополнительных языков программирования. Вы просто знаете C-sharp, ну окей, какие-нибудь некоторые темные уголки C-sharp. И вы можете спокойно совершенно писать на PNVOK, у вас все будет замечательно работать. И главное, у вас все будет портабельно работать. Если и ком, и C++, CLI это стопудово Windows only, хотя я знаю людей, которые портируют ком на Linux и чего-то там с ним делают, но это боль и грусть. И никто это официально не будет никогда поддерживать. PNVOK это хорошая вещь. PNVOK начинается с DLL импорта, конечно же. Многие, возможно, видели этот атрибут, но я напомню, как работает в принципе PNVOK. Если вы хотите вызвать какую-то внешнюю функцию из DLL, вы пишите сигнатуру этой функции с ключевым словом extern в C-sharp, что будет для компилятора говорить, типа не ищи определение этой функции, она объявлена где-то снаружи. После чего вы помечаете вот таким вот атрибутиком DLL import и у вас после этого на загрузке или там на вызове этой функции среда пойдет найдет эту DLL-ку с помощью load library или там как на Linux эта функция называется DLL open, кажется, загрузит DLL-ку и будет искать в ней функции по вот этому названию, которая в имени метода упоминается. Все очень круто, работает на всех абсолютно операционных системах, работает в Mono, работает в Netcore, там где хотите. Но у DLL import есть на самом деле куда больше свойств, чем вы думаете, чем я думал, когда готовился к докладу. У нее есть огромная куча каких-то непонятных совершенно вещей, давайте о них поговорим. Самое первое, что нужно знать о DLL import, то что имя библиотеки можно упоминать по всякому по-разному и на разных операционных системах это работает интересно. На винде вы пишете просто полное имя библиотеки с расширением и все грузится. На Linux, если у вас Netcore, тогда вы пишете имя библиотеки без префикса lib и без расширения. Вот это будет грузить lib.djson.so. Если у вас Mono или Nux, тогда вы пишете так же, как на винде, полное имя файла. На MacOS вы тоже пишете полное имя файла. Я не знаю, почему в Netcore сделали так вот неконсистентно, но это факт. На Mono есть еще возможность использовать internal linkage, то есть загрузить функции прямо из вашей же собственные DLL, если вы выставили из своей DLL нативные функции. В Mono есть такой специальный режим, когда она компиляет весь ваш код в нативный. И вот в этом случае вы можете из себя самого вытащить какие-то функции и прям динамически их в рантайме повызывать. Говорят, это юзают, когда компиляются в веб-ассембле с помощью Mono. Там какие-то есть очень хитрые манипуляции. И вы вот потом сами из себя достаете функции, их дергаете для WebGL какого-нибудь или еще для чего-то подобного. Есть параметр exact spelling. Он говорит нашему рантайму, нужно ли ему угадать, какую функцию вы хотите вызвать из DLL. По умолчанию он пробует угадывать. Угадывание, к счастью, достаточно ограничено и четко специфицировано. Угадывание заключается в кодировках. Кстати, вот еще entry point. Если вы хотите вызвать функцию по порядковому номеру из DLL, есть тоже такая возможность, вы пишите в entry point решеточку и номер, вы можете загрузить таким образом функцию. Теперь exact spelling. Exact spelling отвечает за то, на винде в основном это нужно, потому что в винде у многих системных функций есть по два варианта. Например, message box. Есть message box A, который работает с ансишной кодировкой. Есть message box W, который работает с Unicode. Unicode у Microsoft это на самом деле UTF-16. UTF-8 это не Unicode, это что-то вообще линуксоиды придумали, непонятно. Вот, если вы хотите, чтобы runtime, не найдя функции, которую вы сами написали, там вот my function name, попробовал еще my function name A, my function name W, в зависимости от кодировки, которая для функции действует, то вы можете exact spelling true и по умолчанию он тоже true. То если вам нужно, то вы можете вот такое поведение определить. Это было очень круто во времена Windows 98, когда были еще не Unicode операционные системы, на которых вам все равно хочется dotnet выполнять. Сейчас это все в большой степени атовизм на самом деле. Теперь, собственно, про кодировки. У DL import есть параметр charset, который определяет, какую же кодировку нужно использовать, когда мы маршалим параметры для этой функции. Есть варианты, соответственно, ANSI или Unicode. Когда вы в C-sharp, как вы знаете, наверное, у нас используются Unicode-овые строки всегда, поэтому если вы маршалите чего-то в ANSI, то могут возникнуть всякие интересные ситуации. Может оказаться, что нужных символов, которые вы использовали в своем прекрасном Unicode, нет в текущей кодовой ANSI-шной странице. В этом случае по дефолту dotnet просто нафигачит туда знаков вопроса и сделает, что так и надо. Вы можете это контролировать, во-первых, есть параметр best-fit mapping, который отвечает за то, что некоторые символы он попытается угадать, как они должны выглядеть в нужной кодировке. Я не нашел, честно говоря, примеров этого. Для русского языка это не превращает там русские буквы, русскую S в английскую и так далее. Вот это вот больное место. Ну, например, в доках написано, что для символа copyright он превратит его в буковку C. Ну, то есть он что-то попытается сделать читабельное. Если вы не хотите, чтобы он что-то пытался делать читабельное и не хотите знаков вопроса, можно выставить throw on unmapable char и во время маршлинга, если dotnet видит, что что-то он не может преобразовать в нужную кодировку, он просто бросит у вас исключение. А дальше делайте, что хотите, как говорится. Показывайте там юзеру, типа, ваша фамилия на русском языке, мы его не поддерживаем. Удачи. Есть важная такая вещь, как set last error. Last error это такая глобальная переменная в Windows, которая содержит код ошибки последней вызванной функции. Не всех подряд функций, а некоторых, которые управляют last error. Например, если вы вызываете какой-нибудь create файл, то он может вам вернуть фиг, я не создал файл. А чтобы понять, что же именно за фиг вообще произошел, вы спрашиваете у last error, что такое. А он вам говорит, там типа нет permission, или нет пути, или там еще что-нибудь, что ему в голову придет. Здесь есть одна проблема, поскольку вызов нативной функции происходит обычно таким образом. .NET маршалит чего-то в натив, там указатели, какие-нибудь инстансы, конверты там копируют, еще что-то, делает нативный вызов. Нативный вызов может выставить last error. Потом .NET маршалит все там, то, что нативный вызов еще мог поменять в обратную сторону. И вот этот вот процесс может еще какие-то нативные функции потрингерить, они затрут вам ваш last error, который был выставлен нативным вызовом. Это будет очень грустно, потому что в итоге вы получите, пользователь может увидеть такую вот картину, типа, извините, операция не удалась по причине, операция успешно завершена. Все наверняка видели неоднократно вот эту картину. Проблема в том, что вот эти вот последующие вызовы какого-то нативного кода, они затирают last error, там лежит success, и поэтому вы пытаетесь получить сообщение, получаете, что все успешно. Чтобы этого не было, можно выставить атрибут set last error в true, и тогда .NET делает нативный вызов, сохранит этот last error, делает все свои дела, восстановит last error. Таким образом, вы при последующей своей работе будете получать ровно то, что вернул ваш нативный вызов, а не то, что вернули какие-то потроха .NET. И небольшой бонус. Если вам нужно сообщение получить об ошибке из этого last error, он вообще является интеджером. Вы можете сделать вот такой вот финт ушами, win32 exception, и у него взять message. То есть вам не нужно импортить никакие нативные функции дополнительно. Вот уже все есть в платформе. Можно вот таким образом получать сообщение о нативных ошибках. Поговорим немного про calling convention. .NET поддерживает только вот этот вот список. Причем, как водится у Microsoft, из вот этих пяти одна это не настоящая calling convention. Винопи это синоним для STD call, по-моему, в сегодняшних условиях. Вы можете у нативной функции указать, какая у нее конвенция. Также вы можете у своих callback тоже указать, какая для них должна быть конвенция. И маршалер все это учтет. Все ваши нативные функции будут вызываться с этой конвенцией. Если же вам этого не хватает, тогда вызывайте там нативный код как-то по-хитрому. Пишите на ассемблере или лучше всего пишите, ну вот в нашем случае, например, на Delphi надо было написать библиотечку, которая бы через свою конвенцию вызвала эту функцию, а нам бы предоставила нормальный человеческий интерфейс. Ну, вот так. Есть еще такая штука, как призер в SIG. Она отвечает за сохранение сигнатур. Нужно беречь и заботиться о сигнатурах. Нужно их сохранять. По умолчанию она, к счастью, выставлена в true. Если вам нужно какую-то нативную функцию, вот такого вот комообразного вида вызвать, то есть она возвращает вам код ошибки, а настоящее return значение она возвращает через out параметр по указателю, то вы можете выставить призер в SIG false. И runtime сам попытается это вам все отмаршалить. Он вызовет функцию, положит ее возвращаемое значение там в return, в string, и hresalt еще попробует там преобразовать в исключение, если там не success. Вот есть еще вот такой вариант работы с нативом. С функциями мы вроде бы разобрались. Давайте теперь поговорим про аргументы. Аргументы, как и у нас в .NET, в нативе можно передавать либо по значению, либо по указателю. Вот указатель можно получить всякими разными способами у нас в C-шарпе. Значение понятно. Это, короче, наши структуры, примитивные типы. Все, что у нас обычно передается по значению, это же передается по значению в натив. Это по умолчанию будет маршалиться именно так, как вы ожидаете. Через указатели. Во-первых, передаются ссылочные типы, в том числе делегаты. Понятно, в виде указателей на функции. То, что мы объявляем у себя как ref или out, тоже превращается в нативные указатели. Int.ptr – это такая специальная структурка, если кто-то не знает. Уникальная в своем роде, потому что она обладает разным размером в зависимости от платформы, на которой запускается ваш код. Либо 4, либо 8 байт на сегодняшних платформах. Есть еще unsafe. Никогда не забывайте про unsafe, потому что иначе unsafe может забыть про вас. Unsafe указатели тоже работают в маршалинге, тоже работают с нативным кодом. Вы можете, если вам где-то нужен указатель, можете просто взять и передать указатель. Иногда это хороший выход. Еще есть такая важная особенность, как blittable и unblittable типы. Все типы в C-sharp, в общем-то, неявно подразделяются на эти две категории. Blittable – это типы, которые имеют одинаковое представление в нативном и в managed коде. Если вы чего-то blittable маршалите по указателю, то это значит, что runtime просто запинит этот указатель в памяти на время нативного вызова, чтобы GC никуда, не дай бог, не передвинул инстанс. И передаст указатель. Это работает быстро. Если вы чего-то unblittable маршалите в нативный код, то runtime тогда даже по указателю. Runtime создаст копию этого инстанса с соответствующим размещением в памяти. И уже указатель на эту копию передаст в натив. Когда вызов закончится, из копии будут взяты изменения, они будут положены в ваш оригинальный инстанс. Это, конечно, работает намного медленнее. Поэтому старайтесь делать ваши типы blittable. А именно, старайтесь делать, чтобы они состояли из примитивов или из каких-то еще blittable типов. Тогда у вас все будет работать очень быстро. Со строками здесь, как всегда, есть интересные нюансы, но про них мы еще поговорим попозже. Вот пример того, как можно использовать указатели. Если вы забыли или постарались забыть, как пользоваться указателями, то самое время об этом вспомнить. Есть ключевое слово fixit специальное в C-sharp для того, чтобы фиксировать какие-нибудь массивы или еще чего-нибудь в памяти и получать на это указатель и что-нибудь с этим указателем дальше делать. Есть другие способы получить через gc-handle, но мы не будем лучше об этом. Это довольно мутерная операция. И вот этот указатель. У нас арифметика указателей есть в C-sharp. Все как в лучших домах Европы. Все это будет реально работать. Вы можете передавать это дальше в нативные всякие вызовы. Можно по-разному разместить наши типы в памяти виртуальной машины и, соответственно, в нативной памяти тоже. За то, как размещаются в памяти объекты, отвечает атрибут struct layout. У него есть несколько интересных всяких значений. Например, у него есть layout kind sequential и layout kind explicit. Они отвечают, соответственно, как вы хотите разместить в памяти вот именно поля этой структуры. Кстати, struct layout можно вешать и на классы тоже. Это не совсем struct layout. Он работает и для reference-тайпов тоже. В первую очередь есть layout kind sequential. Он говорит, что типа размести все по порядку, как я написал. И, соответственно, вот в этой структурке будет сначала байтик, потом будет значение какого-то структурного типа, там некий вариант. Здесь вроде все просто. Это простой вариант работает. Если вдруг у вас что-то сложное, например, вот у меня была такая ситуация. Мне прислали доку, в ней написано прям реально. Вот здесь вот у нас строковое поле, оно смещено на 34 байта. Вот здесь вот у нас там типа pointer какой-то, он смещен на 28 байт. И все это на китайском к тому же. Если у вас вот такая вот китайская грамота перед вами предстала, то вы можете написать layout kind explicit. Он позволяет вам явным образом указать смещение для всех полей структуры. Причем можно даже делать очень интересные вещи, типа указать всем полям структуры одинаковое смещение. Это позволит вам разместить их все реально по одному адресу в памяти. Сишные программисты, конечно, здесь узнают union. Собственно, вот этот примерчик кода, он на самом деле из реального проекта. Это когда я писал на .NET плагины для такого нативного мессенджера, как Miranda. Может быть кто-нибудь помнит такой старенький мессенджер. Вот там такой суровый довольно unmanaged протокол. Там везде union и указатели, и черт знает что угодно голову сломит. Поэтому пришлось использовать вот этот union, описать для него филтовсеты. И у нас размер вот этой вот структурки будет равен размеру самого большого ее поля. В данном случае это int.ptr. А все остальные, ну к ним можно обратиться, типа вот это возьмет первый байтик из int.ptr. Вот это возьмет там первые два байта из int.ptr. Вот это возьмет тоже два байта, потому что чар у нас двухбайтовый. Вот. Есть еще случаи, когда вам хочется указать параметры упаковки для вашей структуры. По умолчанию дотнетовский менеджер памяти раскладывает поля структуры так же, как это делает майкрософтовский сишный компилятор. То есть он иногда между полями в структуре оставляет некие паттинги. Чаще всего это связано с требованиями к выравниванию инстансов. Выравнивание, ну например, вот указатель всегда будет лежать в памяти по адресу кратному 8 на 64-битной платформе. Зачем это нужно? Это нужно для перформанса. Дело в том, что на некоторых платформах, на x86, например, невыровненное чтение будет работать медленнее. Ну там не слишком значительно, но оно реально работает медленнее. У меня есть бенчмарки, которые это показывают. А на некоторых платформах, там на ARMY, невыровненное чтение вообще требует использования других ассемблерных команд. То есть там реально есть команда для выровненного, есть команда для невыровненного чтения. И, соответственно, если вы хотите подстраховаться, то вам приходится городить какие-то проверки и прочее. Это все очень грустно для перформанса. Поэтому по умолчанию все выравнивается. Если вам это не нравится, то вы можете указать пак равный единичке. Это значит, что паддингов никаких не будет. И вот это, например, структурка займет 9 байт. Если вы хотите наоборот, там типа пошире развернуться, то вы можете указать пак равный другому какому-нибудь числу. И все будет выравнивано на это ваше число. Сишники очень любят использовать массивы прямо внутри структур. Если вы интеропитесь с Winopi активно, то вам часто будет такое встречаться. Типа вот здесь у меня 256 байт, вот здесь 30 байт, там еще что-нибудь. Вот пример такой структурки на C. Это массив реально встроенный в тело структуры. То есть в ней прямо 30 интрижеров будет. Это не указатель, как у нас там в C-шарпе было бы. Это можно легко воспроизвести на C-шарпе. Вы можете использовать вот такое вот объявление массива с ключевым словом фиксит. И у вас тоже в вашей структурке будет 30 интрижеров. Это очень удобно, но это unsafe фича. Рантайм не будет проверять размерность этого массива. И если вы прочитаете там 31 какой-нибудь элемент, то могут произойти разные интересные спецэффекты. Скорее всего он что-нибудь прочитает на самом деле. Но может и упасть, если там еще страничка памяти не размечена. В общем, все будет очень плохо. Внимательно очень следите, если вы используете такие штуки за размерностями. Ну и здесь может быть только константа. Здесь нельзя там динамически поменять размер структуры или еще что-то. Это не поддерживается. Если вы делаете что-то хитрое с memory layout, особенно если у вас китайская документация на memory layout, очень советую вам написать тесты. Когда мы начали писать тесты на memory layout, мы выловили несколько очень стремных проблем, там где у нас что-то было неправильно выровнено, потому что мы думали, что пак работает так, а пак на самом деле работает не так. Тесты на memory layout написать очень просто. Вы создаете структурку на стеке, берете указатель на ее поле, указатель на самую структурку, вы читаете, получаете оффсет вашего поля и можете этот оффсет дальше заосертить, соответственно, в соответствии с китайской документацией. Поговорим про строки. Все любят строки, правильно? Строки это любимая всеми тема. Особенно сишные программисты любят строки. Каждый сишный программист придумывает свой собственный тип для хранения строки и когда мы с ними интеропимся, нам приходится весь этот зоопарк поддерживать. Вот это далеко не полный перечень всех вариантов, как можно отмаршалить строку в нативный код, но это основные самые ходовые. BSTR это комообразная строка, у которой есть длина, отдельно указывается, и тело. LPSTR это указатель на ансишную строку, нультерминированную. LPWSTR это указатель на юникодовую строку, тоже нультерминированную. Вот так, кстати, через атрибут маршал s можно указать разные кодировки для разных параметров одного и того же нативного метода. Я не припомню, чтобы это было нужно, но может быть есть какие-то нативные функции, которые реально так работают. Если нужно, то у вас есть возможность так делать. Помните, что строки у нас в дотнете, вообще говоря, иммутабельные. Это значит, что вам нельзя их мутировать. Вернее, вам не нужно их мутировать. У вас все будет плохо, когда вы начнете их мутировать. Давайте посмотрим, насколько плохо будет, если мы начнем их мутировать. Вот здесь я написал простенький плюсокод, который берет строку и in place напрямую ее реверсит. То есть прямо внутри вот там вот он. Я не знаю, что тут написано, если честно, но я написал, оно работает. Вот он действительно переставляет символы в строке задом наперед. Напишем на C-Sharp простую программку, которая этот код вызывает. Вот здесь вот видите, dl-import, extern, как бы все нормально. Берем некую строку, вызываем ее с этой нативной функцией, выводим на консоль нашу строчку и на всякий случай выводим строковую константу на консоль. Что же будет? Будет очень стремные вещи, потому что почему-то строковая константа у нас оказалась тоже задом наперед. Это очень обидно и неприятно. Особенно если это не ваша строковая константа. Представьте, вот слово select, например, вы взяли в вашей программе и везде оно заменилось где-нибудь на update или на delete. Это наверняка будет хорошим сюрпризом для коллег, правда? Это плохо. Так ни в коем случае делать нельзя. Если вы знаете, что нативная функция мутирует вашу строчку, никогда не пишите там стринг. Пишите string builder. Если использовать string builder, он поддерживает все те же самые параметры маршалинга, он умеет разные кодировки, он превращается в указатели, во что вам нужно. И тут все будет работать хорошо. Если использовать string builder, то строчки не мутируются, константы не мутируются, все круто. Константа помутировалась, конечно, потому что в C-Sharp есть string interning. То есть вы несколько раз упоминаете в программе одну и ту же константу, но C-Sharp, чтобы ее не дублировать много раз, он везде сохраняет ссылки на одну и ту же в памяти, и поэтому мутируя в одном месте, вы мутируете ее везде. Так делать не надо. А вот так надо. Стринг builder, конечно, ваш хороший друг при работе с нативным кодом. Кроме, разумеется, тех случаев, когда он не ваш хороший друг, и ничего не работает из-за string builder. Такое тоже бывает, к сожалению. Это бывает, когда вы работаете со структурами. Вот у нас тот же самый практически нативный код, только функция называется по-другому, и теперь она принимает указатель на структуру, а не сразу на строковую константу. Я сразу скажу, что это не будет работать, если мы вот здесь напишем в структуре string builder. Просто runtime на этом месте в маршлинге вам бросит исключение и скажет, я не хочу этого делать. Вместо string builder напиши мне вот здесь вот string. Скажет вам runtime. Реально есть такой exception. Это просто надо запомнить. Я не вижу никакой особой логики под этим. Просто это так работает. Если вы здесь пишите string, то все, короче, нормально. Здесь уже можно писать string. Здесь не будет никакого там бинтернинга. Ну, вернее, он здесь вам не будет важен. Здесь строковая константа не помутируется, если вы в string пишите внутри структуры. Просто запомните это и удачные отладки. Теперь давайте немного побенчмаркаем. Если есть вещь, которую любят больше, чем строки, то это, конечно же, бенчмарки. Бенчмарки любят абсолютно все. Давайте сравним, что же быстрее, анисишная кодировка или юникодовая. Как бы абсурдно это ни звучало, но это очень хороший, осмысленный бенчмарк. Прекрасно. Вот я написал две простых сишных функции. Реально простых. Это весь код функций. Они получают строки в анисишной кодировке и в юникоде. Кстати, будьте осторожны. Вот этот ватчарт, он не очень-то портабельный. Если вы на линуксе это будете компилировать, у него могут быть другие размеры. Вот это Windows only сишный код. В принципе, сама концепция на линукс и мак тоже портабельна. Вот, значит, написал две такие простые функции. Взял бенчмарк.нет. Ну, как надо же правильно бенчмаркать. И мы будем создавать строковые константы разной длины. Просто из символа x. 10x, 100, 1000x. И будем вызывать анисишную и юникодовую вот эту вот функцию. Кто считает, что анисишная функция будет работать быстрее? Хорошо. Кто считает, что юникодовая функция будет работать быстрее? Кто считает, что они будут работать одинаково? Ну, или примерно одинаково? Хорошо. Давайте посмотрим. Вот сюда сразу можно смотреть. Анисишная работает очень медленно. Юникодовая работает независимо практически от длины строки. Анисишная работает зависимо от длины строки. Почему так? Потому что когда мы передаем юникодовую строку куда-то в натив, то она не копируется, потому что она уже в памяти .NET машины в юникоде. Можно просто взять указатель, передать его в натив. Все будет работать. Если же мы используем анисишную строку, то на каждый вызов, вот я там делаю миллион вызовов, на каждый вызов эта строка будет копироваться, указатель на копию передаваться в натив, потом она будет удаляться. Поэтому какой отсюда вывод? Во-первых, если вы встретите где-то лудитов, которые до сих пор используют однобайтовые кодировки, там 866, 1251, насмехаетесь над ними и говорите, что у них все из-за этого будет работать медленно. Даже если не будет, они этого заслужили. Ну это шутка, конечно, не надо ни над кем насмехаться, коллег надо уважать всегда. Объясняйте им, что это может работать медленно, там с нативом или по другим причинам, почему мы не любим однобайтовые кодировки. Во-вторых, если вам все-таки надо куда-то в натив передать однобайтовый стринг, вы можете там как-то его забуферить, использовать вместо этого указатель, использовать байтбуфер или что-то еще, что не будет требовать многократного преобразования кодировок. Если бы я вот эту вот строчку здесь закэшировал, ну сразу там encoding.ansi.getbytes и передавал уже указатель на байты, то это бы работало быстро. А так на каждый вызов будет копирование, и это плохо. И то, что не вместилось в остальные секции доклада, тем не менее, представляет очень большой интерес. Для начала поговорим про хендлы. Из нативного кода часто вы получаете какие-нибудь хендлы. Это такие типа указатели на ресурсы операционной системы. Вы что-то с ними делаете, а в конце их закрываете, вызывая функцию close handle, close file, close там еще что-нибудь, close какой-нибудь socket. В общем, это некий ресурс, который открывабелен, закрывабелен, и иногда его создание заканчивается ошибкой. Вам вернут 0, минус 1 или еще что-нибудь. Типичный паттерн работы с хендлом выглядит вот таким вот образом. Мы вызываем нативную функцию, которая выделяет ресурс. Мы проверяем, что нам вернули валидные данные. Потом мы внутри try final, чтобы ничего не утекло. Делаем вызов, и finally мы делаем close handle. Это очень хорошо, хороший код, правильный. С ним одна проблемка. Он немного boilerplate. Каждый раз такое писать очень грустно и неохота. Поэтому Microsoft нам изобрел класс safe handle. Вы можете отнаследоваться от safe handle. Или от прекрасных уже готовых классов. Вот, например, как вам? Safe handle 0 or minus 1 is invalid. Это стандартный класс в стандартной библиотеке. От него можно наследоваться. Он хороший. По его названию понятно, что он делает. Самодокументирующийся код. Это прекрасно. Что вам нужно? Вы переопределяете функцию release handle, говоря, каким образом релизится там close file или close handle или close что-нибудь еще. И вот этот вот класс, или его родитель, safe handle, он реализует iDisposable, во-первых. То есть вы можете в using его загружать. Во-вторых, он поддерживает marshalling. То есть вы реально можете вот здесь вот написать my handle, и эта функция нормально все вернет, да к тому же еще и проверит, что он валидный. Вы можете сами перегрузить функцию проверки на валидность. Ну вот 0 or minus 1 is invalid. Меня в этом случае устроил вполне. И он к тому же еще и реализует финализатор. Если вы где-то, не дай бог, забыли using или что-то еще такое плохое случилось, то финализатор все равно его за вас, ну имеет шанс закрыть за вас этот объект. Есть возможность, если у вас не устраивают стандартные возможности маршлинга, есть возможность написать свой маршалер. Это такой вот интерфейсик. Вы его реализуете. У него есть функция для преобразования нативного объекта из указателя в managed. Преобразовать managed указатель, managed объект в нативный, почистить то и другое после вызова и получить размер данных. Я видел, что здесь возвращают минус единичку иногда. Не знаю, что в этом случае будет. Возможно, какие-нибудь проблемы с массивами этих типов. И есть еще веселая такая фишечка. Нужно обязательно реализовать статический метод. То есть это интерфейс с требованиями к статическим методам, что тоже заставляет. Документация, разумеется, это только выражено. Вот с такой вот сигнатурой реализуете метод, который возвращает маршалер. После этого на ваш тип навешивать вот такой вот атрибутик, что вы хотите использовать custom маршалер, называемый так-то, и такую-то куку ему передавать. По этой куке вы можете что-нибудь диспатчить, если вам нужно там кэшировать или что еще вам в голову сбредет делать с этой кукой. И runtime будет вызывать вот эти вот методы для того, чтобы отмаршалить объекты этого класса туда или обратно. Это реально используют. Я сначала хотел сказать, что нигде это не юзают, но потом я в своем собственном коде нашел одну библиотеку, которая реально юзает кастом маршалеры для некоторых научных вычислений. Теперь поговорим про callback. Callback. Мы, в принципе, с вами уже видели вот это вот все. Мы видели объявление делегата, только оно было на плюсах. Мы видели, в принципе, devil import, видели, как передавать callback. Вот, в общем, если вам надо передать callback, вы вот таким вот атрибутиком его атрибутируете, и можно его передавать в native. Native будет вас вызывать. Здесь такая интересная особенность. У C++ программистов часто бывают проблемы, когда они хотят передать указатель на инстансный метод куда-то в сишный код старый. Потому что указатель на инстансный метод на самом деле принимает инстанс, указатель на инстанс, в первом аргументе. А если у вас какая-то сишная, там, древняя сигнатура, у которой вообще нет аргументов, то есть вам некуда туда и контекст запихать. Это очень неудобно. Это реально доставляет очень большую головную боль, если вам пришлось именно с настолько плохо спроектированным сишным интерфейсом столкнуться, что ему некуда этот контекст передать, и у вас все грустно. В dotnet у нас нету этой проблемы, потому что мы таскаем с собой jit-компилятор. Мы можем сказать jit-компилятору, типа скомпиляй мне вот эту сишную сигнатуру. Он все контексты, все что угодно вам туда вкомпилит, и у вас все будет работать. То есть здесь у нас есть даже небольшое преимущество над C++, если мы работаем с каким-то дремучим совсем лего си кодом. Но с большой силой приходит и большая ответственность. В частности, поскольку это все компиляется в нативный код, который где-то лежит в памяти, он ссылается на какие-то инстансы, у вас появляется завязка на garbage collector. Пока жив вот этот вот делегат, жив будет и инстанс, на метод которого вы сослались в этом делегате. Поэтому за временем жизни делегатов нужно следить. Во-первых, нужно следить, чтобы они не жили слишком долго, иначе вы устроите утечку памяти. Во-вторых, нужно следить, чтобы они не жили слишком мало, потому что это тоже может доставить. Например, представим, что у нас какой-то старый нативный код. Знаете, асинхронный паттерн, вот этот старый режимный, когда вы вызываете сначала begin, передаете туда callback, потом в конце вы вызываете end, и уже с передачей только контекста. Между этими вызовами где-то вызывается ваш callback, там на каком-то неявном background trading, где-то вообще черт знает где. И все. Вот здесь есть некая проблемка. Потому что GC, собственно, наш runtime, он думает, что делегат нужен только вот этому вызову. После выполнения этого вызова делегат становится кандидатом для garbage collector. Соответственно, может быть, нативный код его вызывает, а в этот момент garbage collector до него добирается, собирает, убивает там нативный код, убивает instance, и все умерли, все взорвалось. Это очень грустно. Для этого можно использовать, например, gc-keep-life. Это такая функция специальная, которая помечает объект как используемый вот в этой точке кода. То есть он будет думать, что он использовался тут и вот тут. В этом случае у вас все будет хорошо, делегат не соберется раньше времени. Если вы используете нативный код с такими вот отложенными вызовами каких-то делегатов, обязательно внимательно следите за тем, как они используются, как работает gc. Теперь поговорим про по-настоящему интересные вещи. Не все же про c-sharp, там c++. Вот пример кода на ill-ассемблере. Кто-нибудь знает, что такое ill-ассемблер? Ну, не все. Это такой типа низкоуровневый язык для программирования на dotnet. Такой ассемблера подобный, но вообще не ассемблер на самом деле. То есть там есть методы, там можно вызывать методы. Это низкоуровневый язык для dotnet-машины, который достаточно прямо мапится на байт-код. Не то чтобы один к одному, но очень хорошо. С помощью ill-ассемблера можно делать очень интересные вещи. Например, можно делать unmanaged export. То есть вы можете из своей DLL-ки, c-sharp-овой, в данном случае ill-ассемблерной, выставить функцию, которая будет торчать наружу, прям реально видна для нативного кода. Нативный код сможет сделать load library для вашей DLL-ки и прям позвать вот эту функцию как родную. В это время будет инстанцирован runtime и так далее. Ну, вот есть такая возможность. Она не только на или делается. В принципе, есть специальные постпроцессоры для ms-билда. Вы пишите что-то у вас в csproj, типа я хочу после сборки еще отпроцессить ее таким-то образом. И там либо вручную аннотируете, что я хочу вот эту функцию, вот эту, вот эту, чтобы они были видны в нативе. Либо там как-нибудь атрибутами у себя в коде указываете, еще что-то. Вот есть такая классная возможность. Из csharp она недоступна. В csharp нет аннотации DLL-экспорт, но можно ее в каком-то виде самому соорудить, если хотите. Еще из ill-ассемблера можно вызывать функции с вараргами. Например, сишная функция printf. Если вы забыли, она принимает сначала форматную строку, потом произвольное количество каких-то еще аргументов. Из csharp вы не можете через DLL-импорт объявить такую функцию, потому что нет такого синтаксиса для варарга в DLL-импорте. А вот в ill-ассемблере вы можете объявить этот printf, написав специальное ключевое слово, и потом его позвать тоже со специальным ключевым словом, и это тоже будет работать. Вы можете, например, передать туда несколько чисел и форматную строку, и это реально, в общем, сработает. Вот есть такая специальная фича. Хотя и вот это, остальное я еще где-то видел, чтобы в продакшене юзали. Этого я ни разу не видел, чтобы кто-то юзал в продакшене. Может быть, не знаю, почему это никому не пригождается. Может быть, это слишком стремно. В общем-то, на этом доклад заканчивается. Что хотелось бы сказать в заключении. Вам не следует бояться нативного кода. Если вам нужно что-то повызывать из натива, вам принесли DLL-ку, вам принесли заголовочник, это не значит, что ваша карьера заканчивается на этом месте. Перед вами целый мир полный увлекательных приключений с нативным кодом. У нативного кода есть свои вполне четкие правила. Если вы им следуете, то вы можете писать достаточно надежный код. У вас не очень часто будет что-нибудь стрелять, прям так совсем, чтобы стремно и сложно было отладить. С нативным кодом можно работать либо в безопасном стиле, либо пользуясь ансейфом на каждом шагу. Есть разные подходы к этому, но я советую стараться использовать сейф там, где можно. Вместо указателей старайтесь использовать рефы и так далее. С ансейфом чаще всего получается немного более опасно, как неудивительно. То есть может больше где выстрелить, вам приходится чуть-чуть больше ручной работы делать, которую не хотелось бы дублировать в своем коде. Помните, что есть struct layout, и он позволяет всяко по-разному сконфигурировать расположение ваших объектов в памяти. Пользуйтесь им, если нужно. Если у вас где-то строки мутируются, в это место прям повышенное внимание. Помните вот эти правила со стринбилдерами, со структурами и всем прочим. Не отстрелите себе ничего. Если у вас где-то делегаты, то к ним тоже повышенное внимание. Следите за сроками жизни делегатов, за тем, как garbage collector будет с ними работать. Пишите обязательно на весь нативный код тесты, как можно больше тестов, потому что отстрелиться там может очень много чего, особенно если вы между платформами там как-то портируетесь, особенно x32 и x64, или у вас там где-то Linux, MacOS, еще что-то, то очень внимательно старайтесь все покрыть тестами. Если у вас какой-то хитрый memory layout, то даже на memory layout можно написать тесты. Это очень мало времени отнимает, они быстро выполняются, и при этом они достаточно эффективны. Вы наверняка поймаете какие-нибудь ошибочки, если у вас китайская документация вместо нормального тутнета. Это конец. Давайте, спасибо, скажем вам. Слайды, все вообще, что было в докладе, все есть на гитхабе, заходите вот сюда. Там даже на Delphi есть прога, она компилируется, вы можете сами проверить, что все работает. Да, я специально для доклада скачал в Delphi. Вот, если вы хотите со мной что-то обсудить, пожалуйста, обращайтесь вот по этим контактам. Теперь все. Давайте вопросы. И у нас есть призы за самые лучшие вопросы, чтобы стимулировать. Нужен где-то struct layout в менеджер-коде? Используется вообще где-то? В менеджер-коде можно использовать struct layout, если вы, например, хотите где-то сэкономить память. Вы знаете, что у вас есть структура, в которой много хавается пандингом. И вы знаете, что у вас огромные массивы этой структуры везде. Вы можете использовать struct layout, чтобы сократить это количество памяти. Ну, то есть не часто, но можно юзабельно, да. А это медленнее не будет? Зависит. Правильный ответ всегда зависит, как говорит Андрей Акиньшин. Может оказаться медленнее. Может быть, вы не часто обращаетесь там со странными смещениями, у вас все будет хорошо. В общем, думайте, бенчмаркайте, смотрите. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Иван. Хотел спросить, насколько хорошо подходит .NET C-Sharp для написания программ для процессоров ARM. Я скажу так, что у меня лично нет опыта написания для ARM, но вообще говоря, вы знаете, есть Xamarin, да, они вполне нормально пишут для ARM на C-Sharp, и у них там все работает. Ну, то есть без использования нативных кодов, скажем. Ну, то есть без использования… А для чего именно, для каких ARM? У вас сервера на ARM, ну, например, какие-то там подешевки, или Raspberry Pi, или что? Ну, да, скорее Raspberry Pi, вот это вот. Ага, ну, Mono на самом деле был одним из первых таких крупных рентаймов, которые портировали на Raspberry Pi. Там первыми заработали hard float, которые, ну, знаете, там тормоза были с флотами в Java. Поэтому, ну, короче, нормально, можно. Я рекомендую вообще под все писать на C-Sharp или на чем-нибудь тоже .NET-образном. Все будет работать, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо за доклад, Сергей. Про многопоточный код и вот там вот вызов натива, вот когда у нас там что-то вот… Mutable Shared State там и вот… Mutable Shared State и многопоточный код – это рецепт для того, чтобы устроить апокалипсис на самом деле. Ну, в общем, правила там те же самые, что и в C-Sharp. В общем-то, если у вас нативный код с какими-то блокировками, вы можете использовать либо нативные блокировки, либо в нативе, может быть, уже сделаны какие-то локи, либо вы делаете их у себя. Тут никакой дополнительной сложности, на мой взгляд. Сам по себе нативный код здесь не вносит. Все нормально работает в многопоточном режиме. То есть, в принципе, да. Есть, могут быть какие-то проблемы с тем, что там что-то garbage collector хитро себя начинает вести, если вы в несколько потоков вызываете натив. Но на моей памяти это все не играло никакой роли. Нативный код у нас нормально вызывается в мультитреде. Ну, у нас, то есть, все-таки вот эти dotnet треды, они в какие-то системные треды там транслируются. Да, конечно. То есть, по сути, там внутри… Да, да, да. Внутри одного треда начинает жить и managed stack, и unmanaged stack. Но в основном это не вызывает проблем. Ну, я не припомню, что бы вызывало. Даже на всяких типа managed, unmanaged, managed, unmanaged. Все это живет нормально. В принципе, все хорошо. Добрый вечер, Сергей. Вопрос такой. Смотрите, если мы пишем код и мы хотим заиспользовать куду, у нас придется из managed кода перегонять в unmanaged и потом уже перегонять на куду? Или можно как-то напрямую из, получается, с кучи, где мы до этого выделяли объект, его как-то перегонять? Можно, можно. Вот я как раз говорил, вот эти все blittable, unblittable. Вы можете просто у себя лоцировать какой-то объект и указатель на него прям передать в native, а native дальше сделает свои дела. Здесь нету какого-то отдельного шага по перегонке из managed в unmanaged. Если вы все грамотно напишите, то у вас все будет нормально, нет никаких там лишних копирований, все будет почти без оверхеда. Ну, в общем, с небольшим каким-то… То есть, в целом, даже компилятор для кода, у него не будет проблем, что он залезет вообще не к себе. Нет, у него не будет проблем. А ему какая разница, для него что-то память, что это память. Он просто пойдет, возьмет там свои данные и все. Это нормально поддерживается. Если, конечно, у компилятора кода нет каких-то совсем хитрых требований к выравниванию, к тому, что только из его кучи должны быть выделены данные или что-то еще в этом роде. Я, кстати, уверен, что видел несколько проектов для работы с кодой. Может быть, вам что-то и не нужно свое писать, может быть, взять уже готовое. Нет, они есть просто такой политический вопрос. Окей. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я Константин. Вот у меня вопрос по поводу обработки исключений. Когда мы работаем с нативным миром, ну, предположим, вызываем какой-нибудь C++ метод, и оттуда вылетит нативное исключение, оно, ну, рантаймом .NET оборачивается всех exception, вот, из которого, в принципе, ничего понять вообще невозможно, за исключением того, что там у нас какой-то exception прилетел. Вы знаете ли какие-либо решения, чтобы это нативное исключение, например, там, хотя бы std exception расколдовать, и там свое менеджер исключение кинуть, чтобы, например, хотя бы сохранить там точку ввод. C++, CLI. Вот ваш выход. Ну, да, собственно, это прекрасно. Нормального способа я не знаю. Только вот если на плюсах написать некоторую прослойку. Ну, сами понимаете, в нативе все с исключениями очень сложно. В хороших местах у вас вообще, у вас все рухнет, если вы выбросите exception. В Windows хотя бы оно как-то работает, оно вам бросит всех exception. К сожалению, да, такова жизнь. Не стоит делать нативные функции, которые бросают исключение. Это рецепт для проблем, в общем, да. Понятно, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Если я вызываю какую-либо нативную функцию, которая сама выделяет мне память, но ее освобождение оставляет на мою ответственность, можно ли как-то реализовать это с помощью маршалера? Или кто это делает? Можно с помощью safe handle это сделать. То есть мне нативный код где-то выделит память, мне ее вернуть, я из нее что-то куда-то скопировал, да? И у нативного кода, вы можете не копировать, вы можете работать прямо с указателем, который вам, например, вернул нативный код, если это вас устраивает. Если нет, то вы можете либо кастом маршалер сделать, который там что-нибудь копирует. То есть кастом маршалер такое позволит, да? Да, кастом маршалер такое позволит. Там вот эти как раз клинапы, по-моему, за это и отвечают. Попробуйте. Почему? Кастом маршалер не позволит ничего удалить, потому что нужен менеджер памяти, который выделял эту память C++. Если есть нативный метод C++, который позволяет, то можно его также через pinvog дернуть и удалить. Но тогда можно будет сделать кастом маршалер, safe handle и так далее. Вот это вот все. Да, да. Можно будет туда обратно обратиться. Ну, иногда можно удалить ту память, которую выделил натив, если он выделил ее известным нам в менеджер коде. Маршал.freehglobal. Это единственный способ. По-моему, там free code task что-то немалок еще есть. Вот если этими двумя способами была выделена память, то ее можно освободить. Иначе нативный код всегда вам даст функцию для освобождения. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, есть ли какие-нибудь минусы для динамической работы с библиотеками? Ну, то есть load library использовать, получать адреса методов и так далее. Есть ли какие-то неявные минусы использования такого метода, кроме разве что больше работы там выполнять, больше контроля, больше… Ну, скажем так, мне такие минусы на самом деле неизвестны. Вроде как это, ну, известны примеры того, что люди так работают с unmanaged, и у них все хорошо. Я не слышал такого, что у нас типа все плохо, там не работают какие-нибудь вещи. Это было связано с тем, что если мы используем атрибуты, мы можем указать наименование библиотеки, и уже Windows отвечает за поиск этой библиотеки. А если он не может найти, то, ну, и вам нужно нативно там указать, да. Есть такая проблема. Возьми оттуда. Кстати говоря, вот здесь еще есть возможность удалить. Есть еще free library, а в менеджер-коде там DLL-импорт вам не даст уже free library. Так что, да, вы правы, там возможностей больше. В прошлый раз не представился, это Константин. Я хотел бы немножко добавить. Можно вернуть слайд там, где проблитабл типа была? Ну, там проблитабл только название написано. Ну, там, да, там некоторый пункт, который, мне кажется, будет вводить в заблуждение публику. Так. Вот, да, примитивные типы, вот первая строчка. Надо понимать, что булл не является блитабл типом. Если вы в структуре начнете использовать булл, то у вас как бы все поломается, будет долго отлаживаться. И если можно еще вернуться на слайд про ком. Вот этот слайд. Не обязательно, чтобы библиотека была установлена в систему. Достаточно взять за собой, потащить сгенерированный при первом билде библиотеку, длл, имя библиотеки.interop.dll. И все, и дальше можно обращаться, ну, не через динамик. Так, динамик появился в четвертом дотнете, если мне не изменяет память. И до этого вот вызов методов был сущим адом при таком подходе. Все, спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Саша. У меня вопрос по поводу PayInvoke и кроссплатформенности. Вы сказали, что это кроссплатформенное решение. А вот вопрос такой. Есть ли у нас на Windows, на Linux, на Mac OS разные конвенции описания имени библиотеки, ну, и там разные приседания с кодировками строк. Можно ли как-то один раз объявить функцию через PayInvoke и чтобы она работала и на Windows, и на Linux, или там нужно городить директивы компиляции? Это хороший, интересный вопрос на самом деле. Вот я как раз те примеры, которые показывал, вот здесь вот, они из реального кода. У нас есть кроссплатформенная библиотечка для телеграммного клиента. Мы ее на C-Sharp юзаем. Было действительно очень заморочено сделать там, чтобы разные имена использовать или что-то еще. В итоге мы забили, написали три интерфейса с вот этими вот обмазанными DLL-импортами. И, в общем, все взлетело после этого. Короче, можно, да, если ваша библиотека следует неким конвенциям именования, то вы, в принципе, можете ее использовать везде, имея одно лишь описание. У MONO есть специальный файлик XML, который вам позволяет сказать, что вот этот вот там tdjson, на Windows будет tdjson.dll, на Linux будет еще там чего-то, на Mac еще чего-то. Таким образом, MONO эту проблему очень хорошо решает. В .NET Core пока эта конвенция со специальным файликом не поддерживается, там приходится как-то извращаться, то есть компилировать три копии кода или через какие-нибудь еще хитрости это делать. В общем, пока, да, можно сказать, что эта проблема еще не совсем решена. хорошо, спасибо.